Разрезаю сейчас мяту. Она у меня была заморожена битком в этот маленький стаканчик и вытащить ее практически было нереально. Решила переложить и ножичком ее постепенно разрезаю. Еще замороженный кусочек остался. И отправлю замораживать уже в этом мешочке. Потому что буду пить уже каждый день ее, поскольку я на диете. Про диету я вам чуть позже расскажу в отдельном ролике. Еще разделить надо немножко. И здесь в листочке мята, мелиса. Наверное, что-то такое. Напоминает очень дача. И ждем. Сейчас я жду газовика. Он нам будет устанавливать плиту. На кухонную гарнитур уже поставили, как я говорила. И должны плиту уже подключить. И можно будет готовить. Сейчас я грунтую холст. У меня, вы видели, в принципе, мы с вами смотрели, там что-то 5 или 6 таких холстов. Я хочу их загрунтовать, потому что грунтовка у меня начинает подсыхать. Поэтому я сейчас их быстренько загрунтую, высушу и сложу обратно в коробочке. В принципе, я фикпрессе покупала их именно для этого, чтобы загрунтовать и потом рисовать. Потому что в обычном магазине холст от 150 до 200 рублей стоит. Даже нет. Наверное, 200-300 рублей. Даже если получится, я на экране вам выведу средние расценки самого дешевого холста у нас в Самаре. Которые можно заказать. Ну, не знаю, там, конечно, расценки старые. Но я заказывала, мне не очень понравилось. Потому что торчали вот, сейчас покажу. Вот тут по бокам торчали нитки и они просто начали расползаться у меня. Когда я покупала, я была тогда еще неопытная насчет холстов. Тогда еще не было особо видео насчет этого. Просто у меня была мечта рисовать маслом. Но как бы я не знала, как начать мне. Кстати, я на этот холст делала обзор. Ткань, по-моему, называлась двунитка. Поэтому она такая вот расползалась. Но ее можно, кстати, грунтовкой также закрасить. Я также закрасила ее просто. Подрезала там кусочки, чтобы он не видно. Но все равно это уже не тон. Здесь, конечно, тоже, я думаю, холст ненастоящий. Все-таки за 100 рублей. Еще и с картинкой вместе. Надеюсь, мне на все холсты хватит. Мне придется покупать. Да, тут у меня, кстати, лежит уже холст. Как вы заметили. Это сейчас я записывала, как загрунтовывать отдельный ролик. Тоже он скоро выйдет. Посмотрите, кому интересно. Там я и рассказывала. И планируем скоро с вами начать рисовать. Напишите, что вы хотите нарисовать. Планировала я уже в начале зимы начать рисовать. Но что-то все никак. То одно, то другое. То больница, то лечение. Ходить надо каждый день. Туда-сюда. Вот так вот я рисую. Вчера грунтовала холсты. У меня получилось три больших. Один маленький. Больше не хватило сил. Устала. Легла спать. Еще осталось несколько. В принципе, довольно так хорошо он загрунтован. Не знаю, не все, наверное. По второму разу я не буду, наверное, проходить. А, ну вот тут вот. Вот остались. Вот тут пройду. Чтобы не было всего этого. И маленький минус. У нее с этой стороны видна картина. Если останется лишняя грунтовка, я еще пройду, может быть, и с этой стороны. Либо даже... А, ну нет, вообще-то. С этой стороны, наверное, я пройду, когда нарисую картину. Потому что бывает такое, то, что краска пропитывается и с этой стороны видна. И это очень некрасиво. Вот. На одном холсте у меня так было. Вот. Поэтому, наверное, я в последний момент, когда нарисую картину, куплю грунтовку или масляными красками. Вот. И с этой стороны пройду. Кстати, записывал вчера обзор, как грунтовать, как, чем. Вот. Не обзор, а мастер-класс. Кстати, довольно мягенький. Такой. Пожестче бывает. Вот. Здесь тоже все хорошо. Все ровненькое. Ничего не отваливается, кстати. Вот. На вот этот холстик я писала. Как загрунтовать. Ну, вот он, в принципе. Там очень толстым слоем, в принципе, даже вот еще видно. Вот она картинка отображается. А, но это еще потому, что она с этой стороны видна. Сюда вот так взять. Видно ее. Еще, наверное, по второму разу пройдусь. Ее загрунтую. И все. На нее тоже выйдет скоро отдельный ролик, как грунтовать. И, наверное, в скором времени я буду рисовать на ней что-нибудь. Тоже она такая миленькая. Кстати, холсты из фикс прайса. Вот. Расценки, наверное, я в конце ролика пришлю, какие у нас в Самаре. Но эти расценки, они где-то года два-три им уже. То есть, в принципе, сейчас все гораздо дороже. И такой вот холстик. В принципе, он небольшой. Может стоить там около 200-250. Наверное, даже дороже. А здесь в фикс прайсе всего 100 рублей. Ну, 99 даже. Вот. Мне еще грунтовать. Еще там где-то холста 3-4-5. Холстик. 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 Продолжение следует... 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 Что, ты хочешь тоже зрителям показать? Ну, давай, покажем. Что там у нас? У нас с тобой череда есть. Дима у нас до года плавал в череде. Я никакую марганцовку не клала. Клала череду. Здесь вот травка. Ромашка эта для глазок у нас была. Вот такая ромашечка, да? Глазки мы промывали ею. Чай мы пили ромашковый. Диме очень нравится. Я сама очень люблю ромашковый чай. Дима тоже очень любит. Вот, молодец. Закрываем ее. Заматываем ее. На, на место отнеси. Отнеси на место теперь. На место, на место. Дима, на место отнеси. Обратно. Обратно, давай, отнеси. Давай, давай, давай. Да, 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 да. Ой, молодец. Какой маме помогаешь. Ага, другой взял. Ну, покажи, что еще у тебя есть. Что еще есть? Такая штучка. Я забыл, как она называется. Да, она там открывается. Туда кладется какой-нибудь бананчик. И жуется. Чтобы ребенок учился жевать. У нас две такие. Одна силиконовая. Силиконовая, кстати, гораздо поудобнее, наверное, будет. И с тряпочной сеточкой. Ну, сеточка, конечно, пачкается. Ну, соску твою, понятно дело, мама спрятала. Ты уже у нас от соски отучен давно. По-моему, ты 8-9 месяцев уже ее пристал сосать. Как-то, кстати, отучили довольно быстро его. Просто вечером не дали. Он без нее уснул. И потом он уже просто ее не потребовал. И все. Вот мне Дима еще принес присыпку. Мы пользуемся такой присыпкой. Не с рождения, правда. С рождения у нас сначала другая была. Потом купили такую. Сейчас она заканчивается. Ну, уже не пользуюсь практически. Раньше было больше. Чаще, вернее, пользовались. Насчет нее, кстати, я изобрела интересный момент. То есть, когда ребенок постарше становится, начинаешь ей присыпывать. Что-то надо, до 16-го года, что ли? Детри года, 17-го. А, до 20-го. Присыпывать, когда ребенок постарше становится, он уже не дается ногами отбивать. Я ее разводила вместе с водичкой. И кисточкой потихонечку наносила. Он там ногами отпинулся, отпинулся во время еды, например. Когда пока смесь пил. А я ему тихонечко-тихонечко намазывала, намазывала. То есть, такой вот моментик есть. Че тут еще? А, ну да, три призывные щетки. Вот такая еще у нас. Такая вот. Перевинчиком. Да, ты ее не показал. Призывные щетки. Здесь у нас что? А, здесь ромашка. Значит, там пустая она. Здесь была щеточка, надо ее искать. А, вот он. Вот такой. Он такой удобный. И вообще дорого стоит. Вместе с сеточкой. Да. Ее потом стирать надо отправить. Ну и собирать. Паильник я ему покупала. Ну, что-то он ему это не понравился совсем. Не знаю, попозже, наверное. Че здесь еще? А, маленькая бутылочка. Ой, сейчас упадет. Что-то у нее прям был явный у нее запах ужасный. Такая маленькая. Он был когда маленький, мало пил. Здесь, наверное, всего миллилитр пятьдесят. По-меньше, может быть. И что еще? А, и вот еще паильничек. Из него вода очень сильно текла. И он просто захлебывался. Пил, не пил. Не знаю, где-нибудь попозже это надо. Правда, это я пробовала еще давно. До года, наверное. Надо, наверное, еще раз попробовать. И тут давай покажем. Че у Димы тут лежит? Тут Дима, конечно, уже тоже побывала. Краски покупала джирко до Димы. С расчетом, что потом они будут очень дорого. Давай я покажу сейчас. Такие вот. Ну, пока они есть. Такие вукупки тоже далеко до Димы. Они были вообще там очень дешево. Там по десять рублей, что ли. Краски. Поскольку я сама люблю рисовать. Я подумала, что и ребенок. Ну, такие вообще детские они быстро заканчиваются. Поэтому купили побольше разных. Пока, думаю, деньги есть, а то потом вдруг не будет. Или будет совсем дорого. Не знаю, с каким расчетом я. Что ты там, буковки нашел? Ай, какие буковки-то! Ну, конечно, влажные салфирки лежат, которые я обзор скоро сделаю. Да. Это тебе к школе. Тоже баба сараник купила. Я хотела вам рассказать про эти памперсы. Хотела на них делать обзор. Но не стала. Просто немножечко расскажу. В принципе, этого бренда памперсы мне не нравится. Ужасно не нравится. Еще, когда Дима только родился. Родился он летом. И просто полежал он как бы вот на спинке там или вот на животике. И с этой стороны сразу отображались какие-то пятна. Мне это очень не понравилось. И в принципе, они гораздо тоньше, чем наши любимые. И хочу показать памперс. Не знаю, насколько это будет приятно. Он вон, насколько огромный. Причем я его меняла буквально недавно. Вот и особенно, смотрите, с этой стороны. Какое-то прямо такое желе непонятное. Все очень вообще мокрое. Все прям. Он очень тонкий. Прям вот он его берешь. Он очень тонкий. По сравнению, допустим, с нашим. То есть нашим, к которому мы привыкли уже. Допустим, вот мы привыкли к этому, да? Он такой вот он плотненький. Для сравнения, достану отсюда вам. Чтоб вы не подумали, что я там подложила что-нибудь. Вот он такой же, как тут лежит. Вот он гораздо мягче. Это мягче, как бы по мягче. И он вообще прям вот тоненький. Тонюсенький, тонюсенький. То вот здесь он немножечко потолще. И его хватает подольше. Допустим, если мы выходим гулять с ребенком, то мы гуляем не пять минут, не час. Мы гуляем очень долго всегда. Ну, в принципе, вы знаете по роликам. Мы можем и пять часов прогулять, и шесть часов прогулять. И там же на улице могу покормить ребенка. То есть для меня актуально будет именно вот этот памперс. Он потолще. То есть мы приходим домой, и у ребенка там до сих пор сухо. То есть и хорошо, и сухо. То тут, конечно, все мокро, все до безобразия. Но что-то вообще такое противное, непонятное. Причем эти памперсы за штуку гораздо дороже, чем вот эти вот. Я попробую найти в интернете. На экране вам отображу, сколько стоит этот за штуку, сколько и этот. Но это, конечно, дешевле гораздо. И мне очень он нравится. Классный. И потом еще такая хигня. То, что, допустим, у этого памперса, у него, где попка, если там нету какашечки, она остается сухая. А у ашановских памперсов тоже практически. То здесь где-то вот есть линия разделения. А здесь как бы мокренько. Он писит, писит, она тут набирается, набирается. А тут остается сухая. То здесь, здесь все наоборот. Не знаю, тут кошмар какой-то. Вот, но, в принципе, липучка. Ты что там делаешь? Тут вот она, вот липучка. Вот она, попка. Конечно, все просто мокрое. Все что-то тонкое, непонятное. Ну, да, в программе вообще он мокрый. То есть, ребенок сядет, ему очень будет неприятно. То, допустим, в Лендовском памперсе 35 дней. Вот, в нем остается сухо. В нем только спереди, вот тут вот моча есть. А тут все сухо. То есть, гораздо лучше. Даже если он, допустим, заполненный, его не видно. Сейчас вот предыдущий ролик, вы, наверное, смотрели. Ребенок у меня как раз бегал в этом. Я случайно уже заметила, смотрю, висит там. У него уже все, он уже заполненный. Там какая-то, ну, что-то такое впитывающее, непонятное. Мне не нравится. Не знаю, как вам. И даже его вот просто складываешь, его берешь, он прям вообще тоненький. Ощущение, кажется, что сейчас ногтем вот просто проткнешь, и он развалится, расплодется. Там что-то появится. Даже страшно. А вот здесь он прям такой плотненький, хороший. Единственное, знаете, может быть, в этом памперсе большой плюс. Сейчас я вам покажу. Большой плюс, если только его использовать летом. То есть, летом он тоненький, да, хорошенький. Летом как раз там на какое-то время. Может быть, да. Там, ну, не знаю, даже на часик, на два его одевать. То есть, ну, такой легенький, хорошенький получается. Такой вот у меня обзорчик. Семь. 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 Залезь, залезь, папа, в носик. Сейчас палец свой съем, вот так вот, как съем палец, палец свой съем, будешь знать.